Впереди выходные, а это значит, пора отправляться в лес на тихую охоту. Тем более, что новость о появлении на территории округа первых в этом сезоне грибов уже облетела жителей региона. Грибников в наших краях, как и грибов, в урожайный год много. Казалось бы, ничего сложного, пошел в лес и набрал боровиков да подосиновиков сколько душе угодно. Однако опытные грибники утверждают, и здесь есть свои правила и нюансы, в них разбиралась Любовь Пермякова. Резать, рвать или выкручивать грибной сезон в Ненецком округе только начался, но многие из нас уже планируют свои грибные маршруты. Стоит только вооружиться корзинкой, удобной обувью и мазью от комаров. А вот ножик брать с собой совсем не обязательно, ведь убеждение о том, что грибы нужно обязательно срезать чистой воды заблуждения. Так как правильно собирать грибы и где найти свое урожайное место, узнаем прямо сейчас. Заядлый грибник и известный в округе эколог Сергей Уваров в лесу чувствует себя как дома. Говорит, что сбор грибов – процесс, который увлекает за собой людей вне зависимости от профессии и социального статуса. Кроме того, по словам любителя природы, здесь можно отдохнуть от шума, да и скинуть пару лишних килограмм. Как правильно, Сергей, нужно все-таки обращаться? С грибами? Да, с грибами. С грибами не надо обращаться, их надо кушать. Но вообще, как бы в целом, большинство людей просто грибы. Так вот срезают аккуратненько. Это у нас под березовичек. Вот, это только сам... Гриб вообще самый большой организм на планете. Потому что основная-то его часть, грибница-то вся, мицели, он находится у нас под землей. Наверху мы видим только шапочки, плодовые тела. По словам Сергея Уварова, выкручивает обычно одиночные грибы. А если они растут группами, то лучше и легче их срезать. Вообще, наш округ один из самых грибных регионов. По данным энциклопедии, у нас их более ста видов. Плюс десяти им хватает, чтобы вырасти и порадовать грибника. Но не только. Этими дикоросами балует нас июльский лес. Ведь это время заготовки веников. Например, Валентина Кожевина делает такие банные запасы на протяжении более чем пятидесяти лет. По словам женщины, процедуры с вениками полезны не только для здоровья, но и женской красоты. И этому стоит поверить. Ведь в свои семьдесят она выглядит на двадцать лет моложе. Летки хорошие. Ну, часть отхода листиков там лесу оставила, часть едной лесу. Потому что могу заварить, парить ноги. Это же береза. Это же береза. Как нужно правильно ломать? Знаете, вот поделитесь секретами. Что нужно? Ну, кто-то режет ножичком. Я так ломаю обычно, как многие, наверное, ломают. Ну, не верхушки, а где-то боковушки больше всего. Потому что верхушки надо, чтобы они еще росли. Любите лес, да? Ой, я с детства в природе. С детства. Рыбаки раньше нарыбал, когда в лесу, да мы же деревень. Поэтому лес – это наша стихия. Валентина Селиверстовна – специалист не только по заготовке веников, но и приготовлению ароматных чаев. Один из самых ее любимых – Иван-чай, который еще называют Копорским. Иван-чай – это Копорский чай называется. Почему он Копорский? Потому что под Питером есть село Копоры. И во время войны, когда на наших надвигалось нашествие, немцы там шли, наших солдат очень много было раненых и убитых и всяких. И, в общем, сельчане этого села Копоры восстанавливали этих солдат. Они собирали чай, его формировали, заваривали, как-то настаивали, вот как мы сейчас тоже делаем, настаивали и отпаивали этих солдат. Они восстанавливались и снова шли в бой. Иван-чай обладает множеством положительных качеств за счет огромного количества полезных веществ. Он лечит простудные и хронические заболевания, считается прекрасным успокоительным и болеутоляющим средством. Он приносит такую огромную пользу всему организму, которую не дает даже общепризнанная целительница морская капуста. И вот вам факт из истории. Например, известный ученый Петр Александрович Бадмаев на собственном опыте доказал уникальность и пользу данного напитка. В течение всей своей сознательной жизни он изучал его полезные свойства и противопоказания, регулярно употребляя в пищу. В итоге он дожил до 110 лет, а в подарок на свой 100-летний юбилей получил собственного новорожденного ребенка. Благодаря его исследованиям многие европейские медики обратили внимание на копорский чай с повышенным содержанием витамина С. В итоге Россия стала главным поставщиком данной травы в европейские страны.